Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 2 марта, второй день как бы весны. Мы едем всем семейством в больницу, в которой для Габочки будут проверять слух. Аудиологи клиник. Она сзади, мы ее подготовили. Да, Габи идет к доктору? Что ты будешь показывать доктору? Ушки. Ушки, утикс. Так что мы тут приготовили сюрпризы, так сказать, для того, чтобы ребенка подбодрить. Ей сказали, что будут вручены потом подарки и конфеты. Ну вот, это ее любимых героев. Вот этих вот. Да, бокс это подарки. Конечно, она слышит, Костя, у нее прекрасный слух, но мы его все равно проверим. Вот, так что мы пожелаем нам удачи. Я, главное, переживаю, чтобы все прошло хорошо. Но я вроде ее подготовила, но посмотрим, как она там будет. Все может измениться, когда она увидит настоящих живых врачей. Ну, когда там ничего не будут делать, просто, да, там слух проверять, там наушники оденут. Ей нужно будет эти звуки как-то улавливать. Не знаю пока как. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Поехали. Так, мы уже пришли. Мы уже в клинике, в новой больнице. Вот детки у меня здесь ждут. Вот мы сейчас пойдем на регистрацию. Вот мы сейчас, мы будем проверять на Габи. И как она работает. Мы уже закончили, Габи все довольна. Это была молодец, Габи. Вот какую игрушечку Габи получила. Да, еще конфетку Габи получила и печеньки. Сядь. Сядь. Вот, это новая больница, очень красивая. Здесь все новое, все такое чистенькое, приятное. Людей еще много нет пока. Ну и мы пришли сразу ко времени, нас прям сразу-сразу приняли. Так, давайте еще мама вам даст печенька. Вот, давайте, возьмите по одному печеньку. Возьми one. Ладно, два можно, в каждую ручку. Молодец. Чуй, мама одно. Молодцы. Габочка, ты просто молодец. Так что, со слухом у нас все на отлично. Да. Нитушка молодец, хорошо помогал. Даже пришел, сфотографировал Габочку. А ты видео тоже сделал? Молодец, умничка. Ну что, ребята, мы в Костка добрались, наконец-то. Я смотрю себе, мне нужен белый верх на концерт. Я просто тут уже смотрю все светлое, я вижу футболочки какие-то выложили. Очень симпатичные. С длинным рукавом еще за 12 долларов. У нас такой здесь, как бы неровный такой у нее задняя часть. Джонс фирмы, не знаю, что за Нью-Йорк. Желтый красивый очень цвет есть. С синим необычно хорошо в синим. Очень интересные вещи, очень. Нужно выбрать знак для идоши. Я тут уже кое-что просмотрела. Там были неплохие такие, вот такие печенюшечки. Но и здесь 24 упаковочки за 9. А здесь за 9 30. А здесь 32 за 10. Ну, в общем, возьмем это. Это по обычной цене. 89 это там скидки, как мы помним. Сегодня опять пришло время брать тоночку. 6,79. Берем тоночку. Сегодня также пришла очередь варенья. 6,99. Малинка. Йогуртики питьевые. 9,99. 5,99 наши йогурты. Сегодня наша колбаска по 7,99. Обычно она почти 10 стоит. Прикольная цена. Мой сырок Black Diamond 7,99. Я возьму. А то он уже был по 9,99. Вот такой цене надо брать. Здесь 907 грамм. Буду делать пиццу. Малочку. 4,25. Обычная цена. Берем. Мы где-то с другой коляской ходят. А вот эти макароны я куплю. Макароны, макароны. 19,99. А сколько здесь? 35 штук. Это я куплю. И Дошке пообещала, когда будут каникулы. Весенний, зимний. Называются winter, но они как бы в марте. Что я могу вам сказать, друзья? Здесь такие кусочки с красивой свинины. С прослоечками жира. Такие суперовские. Я возьму. Килограмм 5,50. Я возьму такой покрасивее. И я уже взяла сегодня скидка на упаковку 5 долларов. Просто вырезка свина. Луан называется. Вот 22,87. Тоже килограмм здесь 4,99. 5 долларов. Но еще на эту упаковку в минус 5 долларов скидки будет. То есть не 22,87, а минус 5. И вот я возьму вот это мяско. Хотела брать фарш, но я не буду уже брать фарш. Если что, перекручу максимум себе тот кусочек, который я хотела. Так, какой бы мне такой вот выбрать покрасивее. И не слишком большой. Вот это, чтобы было с салочком. С салочком на барбекюшу. На барбекюшу. Вот это возьмем. Вот этот на 15 долларов. Единственное, что я не сказала. Здесь сколько у нас вес. Вес. Где вес? Здесь 2 килограмма 686 грамм. Как всегда, булочки для еды до 5,49. Упаковочка. Сумку. Сегодня 5,99. Есть у нас и макинтош, и ред делишес. Ред делишес очень крупные. Их не так много в упаковке получается. Они большие. Макинтош я не очень люблю. Но я как-то брала здесь несколько раз. Его давно. Он именно здесь, как будто действительно с фарма. Они сочные, не сухие, не ватные, вкусные. Попробую взять. Потому что их просто здесь больше. Что-то мне дольше хватило. Наш хлеб 3,99 килограмма. Все. Дети уже закончили. Мы кушали сегодня в начале. Поэтому это уже остатки. Вот у нас книжки бабушка нам купила. Передала денежку для детей. А сегодняшний счет за мою покупку обошелся в конце. 143 доллара. Это время у нас без 15.08. Я выезжаю на свой любименький хор. Я вам честно скажу, сегодня какое-то уставшее у меня настроение. Я думаю, что, видимо, это все-таки связано с моим большим переживанием по поводу Габриэль. Как она справится с вот этим всем, с этой проверкой, с тем, что как ей будут эти наушники одевать, что там ей нужно будет делать, как она на это все будет реагировать. Я, конечно, невероятно переживала на эту тему. Ну, вчера вы это видели помимо всех происшествий своим компьютером. Спасибо вам, кстати, ну, огромнейшее, просто за то, что вы у меня есть, за все ваши слова поддержки. Вы знаете, я даже пока просто читала эти комментарии. Во-первых, они мне дали еще больше надежды, которая у меня, в принципе, была. И все вы, большинство из вас, ой, какой красивый месяц, боже мой, все из вас, видите, не видите, потом я вам покажу, что у меня сзади машина, все мне абсолютно комментарии, сочувствия, понимания. Спасибо вам за это. Мне уже только от этого было действительно легче. И все-таки, конечно, надежду я свою не буду покидать. Мы еще прождем немного. Костя, конечно, знает, как для меня это важно. И он очень старается как бы что-то с этим сделать вопросом. Ну, помимо того, что он уже там два дня смотрит по поводу компьютеров новых, он еще помимо этого, конечно, высушивает диск. Но он его еще не проверял, он хочет его насушить, просто было бы солнышко. Хорошая. Он бы на солнышке, говорит, лучше всего на солнышке. Но солнышка нет пока что, поэтому. Вот, спасибо вам за это огромное. Так вот, видимо, на меня наложилась вот эта усталость, потому что очень я переживала за Габи. Как она будет, она же толком не говорит. То есть, конечно, я понимаю ее язык, но как она будет вот это все понимать и делать. И так я от этого была напряжена, что когда она все-таки это все сделала, то для меня это было просто, ну, невероятно облегчение. Мы когда вышли из этого, ну, во-первых, как бы, конечно, понятно, что я была очень сильно-сильно рада за то, что все-таки, конечно, прежде всего, тест прошел успешно, все хорошо, слух в порядке, все хорошо. Это, как сказать, немаловажный факт, да, самый важный. Вот. Ну и помимо этого она вела себя просто прекрасно. Она слушала все, что ей говорят. Она выполняла, в принципе, четко все, как бы, все, что требовалось. Там много не требовалось, но выполняла. Я боялась, что там ей начнут одевать наушники, она начнет их снимать. Вот я ей объясняла, что будут одевать наушники и все такое. Поэтому для меня это такое, вообще, такое облегчение, конечно. Я вышла, там эти подарочки вручила, ну, вы видели. Счастье было полное штаны, но только, конечно, за подарочки я это все и старалась делать, как положено. Так бы она, конечно, может быть, и была в шоке, действительно. Поэтому всегда нужно детей готовить к тому, куда они идут и что с ними там будут делать. Вот, это такое было для меня облегчение. Потом мы пошли в Костка, еще так успешно скупились на такую сумму. В принципе, все взято было. И как-то так хорошо провели время. Сегодня просто действительно был семейный день. Мы просто вот, просто были вместе все время, что-то играли с детьми, что-то там делали. Немножечко отдыхали. Я немножко с друзьями пообщалась там, по WhatsApp оставила сообщение некоторым, кому уже так, ну, не отвечала долго, просто не всегда есть время. Знаете так, чтобы сосредоточиться и наговорить сообщения. А не то, чтобы сказать там два слова. Привет, как дела? У меня все хорошо, пока. То есть я с друзьями, мы обычно так не общаемся. То есть каждый должен сначала, у меня их немного, те, с кем я вот так разговариваю, но с кем я уже говорю, мы должны сначала отреагировать на предыдущие сообщения. То есть сказать свою точку зрения по поводу происходящего в ихней жизни. И потом со всеми комментариями и всем-всем-всем рассказать о том, что происходит в нашей жизни, в моей жизни, в нашей жизни. И как бы это все у меня, ну, минимум 15-20 минут занимает. Поэтому в этом плане, конечно, для меня это целый кусок моей жизни отдельный. Ой, впереди автобус нужно будет перестроиться, потому что на переходном пути всегда останавливается. Там мне сейчас нельзя перестроиться, ну, ладно, попозже. И знаете, вот такое облегчение к вечеру наступило, какое-то вот, что это позади с этим всем, что это прошло хорошо. И такой вот спад, спад идет энергии. И, конечно, можно было бы сегодня остаться дома, но все-таки у нас идет концерт. И, конечно, нужно все равно немножко готовиться и по песне допеть там и так далее. То есть 7-го числа уже первый концерт, получается, когда у меня понедельник, когда это вообще, вторник, какой-то день, не знаю. Короче, 7-го числа. Ну, помимо того, что в субботу у меня концерты Дошкин в школе, ну, это так, который ежемесячный концерт внутри школы, он внутри школьный, it's ok. А мой, я имею в виду, там, где петь, петь. Там, куда я купила юбку, но никак не могу купить кофту. Я, на самом деле, уже купила там такой, типа, рубашечка. Она не рубашечка, она... Так, тихо, я на обгон иду. Вот. Она... Ах ты, собака! И автобус пошел на обгон! Автобус что-то тоже перешел. Отчего это он? Ну, правильно. А сейчас будет мне автобус сюда идти. Ну, все перестраиваются назад. Спасибо. Что он останавливается? Видите, впереди поезд, рельсы. И он всегда, у него по правилу, он должен остановиться перед рельсами. Это написано на его, на автобусе, на задней части, на заднем стекле. Поэтому, кто уже это знает, кто считал эту надпись и часто ездит за автобусом, он знает, что на этих рельсах он останавливается. Не в зависимости от того, работает поезд или нет. Ай, мне отвлекаюсь все время. Что я говорила, вообще непонятно. Забыла. Что я говорила. Нифига не вспомнила. А, про концепт рубашку. Я в Коско себе хотела постричь сегодня, но я вам показывала, что я хотела. Там есть белые какие-то, ну, вот, типа, свитерочки тоненькие, такие уже, как бы, весенняя коллекция, скажем, да. То есть майки с длинным рукавом. Такие, не майки, как футболки, типа, с длинным рукавом, не знаю, как сказать. Ну, кофточки такие разные, простенькие, беленькие. Можно было бы взять, но оно простецкое, ну, скажем так, школьный уровень, да. Если бы в школе мне в какой-то нужно было выступить, то, может быть, бы я выступила. А тут, получается, все-таки надо что-то типа рубашки. Я взяла неплохую. Она такая летняя, она, типа, как такая, ну, крепдошиновая, что ли, даже не знаю, как сказать. Очень легкая, и она прозрачная немного. Она, я на нее долго присматривала. Короче, я ее взяла и в конце померила, маме показала кости. Ну, во-первых, она просвечивается. То есть даже и лифчик, получается, будет видно. То есть белый лифчик под белую кофту. Но мама говорит, так, на концерт никто, это не на сцену, как бы, в таком наряде. Надо что-то и на более другое. Это, как бы, для других выходов. В общем, хочу ее вернуть, потому что так-то я не очень. Для меня цвет, белый цвет непрактичный, потому что, ну, я неаккуратна. У меня из-за моей груди постоянно какие-то пятна могут садиться, поэтому мне нужно что-то не белое. Поэтому мне нужен белый цвет в смысле для того, чтобы практично это было каждый день. Мне нужно какую-то типа рубашечку такую, которая, в общем-то, она не будет на каждый день дома ходить, да. Ну, в смысле, там, в школу, там, выходить куда-то. А вот когда будут концерты, или куда мне нужно будет как-то праздничное, или там, я не знаю, на интервью, например, да. Ну, какие-то такие встречи деловые, чтобы у меня была такая рубашечка. Вот. То есть хочется, чтобы не совсем отстой какой-то там был, да. Но что-то приличненькое такое, симпатичное, современное. А оно, понимаете, все как на бабах же. Это как будто только бабки ходят у нас в белых рубашках. Ну, такой колхоз, ну, просто, просто. Так я хочу в Финнерс заехать. Ну, завтра, наверное, не получится. Может быть, в субботу. То есть до 7-го числа мне нужно купить себе эту рубашку. Потому что не важно, там не столько важно, какой у меня будет наряд 11 марта на концерте. Ну, юбка уже есть, туда можно любую кофту. Кофт у меня хватает. Каких-то, ну, таких более-менее. Чтобы можно было как для концерта. Но так как вот 7-го числа именно требует определенный трес-код. Белый, черный. То мне нужна эта рубашка, блин. Сейчас нужно в этот Финнерс поехать посмотреть. Я просто реально не знаю. Вот. Это по этому поводу. Я уже почти приехала. Поэтому вот с рубашкой еще не срослось у меня. Будем искать рубашку. И все, ребята. Вот такие вот у меня дела были на сегодня. В общем-то, день был хороший, семейный. Главное, конечно, Габи, героиня этого дня. В том плане, что, слава богу, все было около нее. И Костя взял выходной. И Дошка не пошел в школу. Потому что, в принципе, не с кем было его оставить. Нам в 8 утра нужно было уже выезжать со школы. Тьфу. Выезжать с дома, а школа в 9. То есть не с кем было его оставить. Поэтому в этом плане, конечно, нужно было его брать с собой. Вот так вот. Что мы успешно и сделали. Поэтому сегодня все было возле Габи и для Габи. И слава богу, этот день прошел на ура. Сейчас я уже приехала на хор все-таки. К чему я все это говорю. Что все равно нужно, несмотря на энергии, которых уже нету, все равно нужно прийти, попеть. Можно было не идти, да, это никакой без заловки. То есть если бы я не пришла, мне бы никто ну-ну-ну-ну за это не сделал. Но для себя все-таки нужно поднять энергетику, потренировать песенку к концерту. Ну, попоем, посмеемся. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Поэтому, ребята, это был сегодняшний влог. Сегодня он уже был повеселее. Вы мне сочувствуете. Я надеюсь, что сегодня вам было веселее вместе со мной. Мы вместе в Коско пошли. Я решила как в награду такую, да. Обычно же я делаю обзор как отдельный выпуск, который идет по категориям. Я сказала, что категорию я буду делать по четвергам. Я, в принципе, могла бы тянуть это видео до четверга. Но я сказала, что вы все такие хорошие. Вы все меня так поддерживали. Вы любите эти видео такого плана. Зачем тянуть? Я вам сделаю это внутри влога, не как отдельную рубрику. Поэтому такой своеобразный подарок от меня, можно сказать. Все. Так что, ребятки, это был сегодняшний влог. Я желаю вам доброго утра, хорошего дня. И спокойной ночи. Я не знаю, когда у вас выходит это видео. Потому что, ну, проблема сейчас с компьютерами. Мне возиться с этими программами. Я вчера поднимала. Потом Костя мне установил другую программу. Мою программу на свой компьютер. Потом мне давай переделывать все на это. Потом, пока оно лепилось. Потом, пока оно поднималось. Короче, это целый каламбур. Понимаете? Я еще не могу. Вот, несмотря на то, что получается второй месяц моей вот этой ежедневной деятельности. Но я еще не могу для себя найти определенный график, когда я должна эти видео делать. Как я их должна поднимать. Я поняла единственное, что оптимальное время это 15 минут. Но я не получается у меня. Я понимаю, что вы требуете много, но я, у меня нет проблем сделать это много. Но просто проблема это все поднимать. Понимаете? Это время, это время подъема. Подъема этого видеоаплоуда. Вот, все. Я могу говорить бесконечно, вы понимаете? Я сказала уже bye. Даже это не по-английски, не по-еврейски. Это вообще не знаю. Я могу еще потом сутки разговаривать. Все, пока. Мне практически спокойной ночи. А вы будете это смотреть завтра. Это пятница. О, так я желаю вам еще и хорошего уикенда. Хорошего конца недели. Шаббат, шалом. Все. Мой запас на сегодня иссяк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok